андрей доброе утро доброе утро у нас сегодня с тобой случилась такая спонтанная встреча не запланирована но я считаю что все гениальное рождается вот последний момент поэтому давай начнем сначала ты закончил белорусский университет культуры и искусств расскажи о своих педагогах какую какую специальность ты получил в этом университете вообще изначально самого детства я хотел стать футболистом ну вот и такая у меня судьба что чего хочешь что-то не случается но неизвестно к лучшему ли это потому что я вместо футбола начал заниматься скрипкой довел это умение до какого-то определенного развития и поступил даже в музыкальный колледж и закончил музыкальный колледж как скрипач даже дирижер оркестра сумма сюда и ездил за границу симфоническим оркестром сидел на первом пульте вторых скрипок и то есть я это все ощутил историю классической музыки и не сказать что эти годы зря прошли совсем не зря потому что я и музыкально развивался и в итоге сдал госэкзамен и меня рекомендовали к поступлению в консерваторию на альт потому что я резко вырос я всегда был маленьким ниже всех всегда когда потом руки и ноги выросли я не знал куда их девать что вот с этими вот теми сосисками делать и вот мне сказали идешь на альт я так задумался ездили мы в германию на фестивале маленький мальчик 7 лет вышел играть концерт мендельсона и так его играл в семь лет что но никому из нашего оркестра так и в 30 не сыграть я думаю ну да андрей наверное время упущено все таки нужно заходить с какой-то другой стороны и ты зашел в университет культуры да но до этого я подумал что я великий актер сразу же себе пошел в академии искусств не поехал в москву ничего себе поехал в москву на дурку абсолютную подобрал себе программу и у меня никакого плана не было я приехал на прослушивание прошел один тур в щепку потом мне сказали что будет еще второй тур я приехал и даже у меня не было плана где жить я подумал ну там же несколько заведений сразу можно документы подавать думаю а сделаю-ка я вид что поступаю в консерваторию чайковского скрипка с собой было как нас пришел говорю ребята так и так мне предоставили общежитие теперь у меня было где жить как сейчас помню сидел на театре так ты авантюрист да да вы никогда не думал и в общем со щепкой не сложилось потому что ну нельзя так запрыгнуть на лошадь даже если ты еще ходишь еле-еле потом я уже это понял ну и в грустном настроении я уже еду в минск и думаю что сделать возвращаться домой о станция минск давайте я здесь выйду что ближайшее университет культуры на написано значит там что то есть культурой прихожу там библиотека или что-то социокультурное день о кафедра театральная режиссура замечательно туда мне нужно я пришел и все экзамены на десятки там поздавал потому что во первых психологически не так было сложно как в москве когда все сидят на тебя смотрят и огромный в огромный зал глыбы педагоги а здесь как-то я себя освободил отпустил и уже формально как бы я проиграл ничего страшного и его но вот как-то так вот зашло и покатилась как ты попал музыкальный театр я все пытаюсь понять вот я звоню художественному руководителю он говорит здравствуй андрей это человек серьезно сразу же игры хочу к вам в театр он говорит а ты же баритон да я такой думаю конечно конечно а как же ну говорит приходи на прослушивание я лихорадочно нашел преподавателя и говорю есть задача за две недели попасть в музыкальный театр он говорит не ошибка ли ты галопом по европам бежишь две недели ну и в общем мы подготовили какую-то программу и главное что я и сработал и было видно что есть потенциал поэтому меня взяли в начале как ну на шаткую такую позицию и солист и в хоре помогает что-то такое а потом случился мюзикл свадьба в малиновке михаил ковальчик и оставил и я сзади был бандитом которого оставили одного охраняет всех во время того как вся банда пьет я настолько сильно там грустил швырял шапку и тому подобное что ковальчик посмотрел это кто это то этот парень типа и у меня дали роль побольше и после этого как-то я перекочевал сразу я знаю что когда ты переходил в тюз те было по 17 спектаклей в месяц до было по 17 а то было иногда и по 25 спектаклей в месяц плюс репетиции и как она как в таком режиме работать 10-15 максимум спектаклей ты уже умираешь там своя специфика еще сложности в том что танцы постоянные музыкальный материал ты должен держать форме потому что пройдет там неделя без повторений ты уже не так поешь или какие-то комбинации танцевать поешь слушай давай уже спой ну например а чей прекрасных огонь я обожаю скажите что другого я счастья не желаю что нежной страстью как цепью к ней прикован что без нее в душе моей тревоги не унять ну как-то твой брат но тем не менее я бы теперь понимаю почему-то оказался со мной рядом в 3d формате а потом еще и в театре юного зрителя потому что конечно упустить артиста во-первых который умеет играть на музыкальном инструменте который прекрасно поет ко всему прочему с отличным чувством юмора я просто не могла как руководитель и вот давай немножко об этом как ты решил поменять свою жизнь на 180 градусов а то и на 360 мой друг и наш коллега дима талимович однажды сказал что есть в главной елки страны роль в 3d формат ставит постановку и я волшебная сила ты играл самого главного злодея карачуна самого главного злодея карачуна злого деда мороза который портит всем праздник и когда я попал в ваш коллектив уже теперь и мой коллектив мне очень понравилась атмосфера отношения к артистам это раз творческой свободы и все вместе люди собираются думают и рождается какой-то любимый проект за который каждый готов там палец отрезать себе или другому кому-нибудь но атмосфера семейная театральная семья можно так сказать сейчас конечно нельзя не поговорить о новой премьере о мастере маргарите который вот буквально на днях прошла премьера ты играешь король его свиты волан да как но вообще показывать фокусы одновременно говорить кучу текста держать предлагаем обстоятельства и ко всему прочему эту роль играл великий абдулов играл и очень круто в сериале мастер и маргарита ответственно вот какие ощущения вообще от репетиционного процесса во-первых это я считаю что большая честь иметь в своем послужном списке вот подобную роль в подмобной постановке и интересна эта роль тем что много вызовов для тебя как артиста существует потому что те же например фокусы если ты раньше не сталкивался с ними их обязательно нужно освоить значит уделить большое количество времени конечно же сто раз ты там открываешь карты на зрителей это может не сработать в сто первый раз поэтому все должно быть доведено до блеска с теми же там трость которая появляется чуть не первое первое что сделал андрей открыл трости на его трубил упал практически да это как господи да что-то дайте-ка сюда и все и потом заматывали мне палец но я понял что нужно относиться более серьезно и шапками тут сразу не закидаешься это дело а любимые спектакли вот вообще вот куда бы ты хотел позвать зрителя не независимо в какой театр просто вот что тебе нравится вот какие роли тебе греют душу но музыкальном театре есть такой фолк мюзикл тристана изольда я играю короля там драматическая серьезная роль коих у меня не очень много и мне интересно то что зритель приходит верит мне а со мной на роли заслуженный артист который в возрасте я там играю возрастного короля и как бы ни у кого сомнений возникает вот это такая роль переломная что ли тоже в моей жизни к тому же мастер и маргарита на данный момент теперь уже следующий этап обязательно ну и в театре юного зрителя теперь ты работаешь у нас в нашем театре чему не сказал я тоже абсолютно если тут любимые спектакли которые вот онегин мне очень нравится этот спектакль женя плюс таня равно любовь до мотивом онегина я там играю рассказчика но этот рассказчик присутствует в действии вместе с наряду с ленским и онегином они в тройке сосуществуют там ансамблевая работа такая но интересно что режиссер татьяна дала мне свободу полную начи начинается спектакль практически со стендапа все сначала подумают что это такое что за идея но когда это происходит то ни у кого никаких не возникает сомнений это тоже такая хорошая работа которая можно сказать гарж быть артистом в семье это огромное вообще не знаю препятствие наверное для человека который живет рядом с тобой потому что понять тебя как артиста понять когда ты рождаешь роль терпеть все свои стенания это большой труд для твоего партнера расскажи немножко своей супруги я знаю что она тоже человек творческий да она работает на белт или радио компании выпускающим режиссером телевидение мы с ней давно познакомились еще со времен бреста я такой однолюб с 18 лет сначала на расстоянии потом я ее в минск сюда перетащил можно сказать она академии искусств закончила по режиссуре телевидение но и при том она очень хорошая вокалистка не что мне если я там научит у нее от природы это дано она закончила тоже музыкальный колледж по эстрадному вокалу и она конечно гораздо лучше меня поет и у вас замечательная доченька которую мы уже считаем своей театральной барышни такой такой прекрасный цветочек и когда ты первый раз я прием на репетицию я немножко была скажем так напряжена я подумала зачем на репетицию такую сложную привели чуть ли не трехлетнего ребенка вот но я была поражена насколько она просто она как мышка она всю репетицию вообще ну там практически никаким образом не мешало для меня было откровение как удалось так ну не буду говорить выдрессировать но научить ребенка что он себя так ведет когда она приходит там в театр мускомедии или в театр юного зрителя для меня тоже иногда шок было что ребенок трех лет сидит по 6 часов по семьей как бы не скучно вот это самый максимум был 6 часов она высиживала причем она знает все песни спектакли 3t формата старается танцы какие-то исполнять и вот она полностью проникается всей атмосферой театра это тоже на это будущее артистка мы уже поняли и внешне и внутренне я знаю что она уже играла в мускомедии там до выходила в спектакле помощником вильзиониста и я собственно говоря и пытался объяснить задачу она горит да я поняла все как ты тут мы же выйдем потом все нормально будет и она выходит и делает все это ну ладно если так то от тебя хочу пожелать чтобы вот этот огонь который в тебе есть твое чувство юмора твоя теплота ты очень теплый человек чтобы это никогда никуда не ушло и чтобы никакие обстоятельства не разрушили тебя как личности как человека спасибо вам большое за да но я напомню что этим утром вместе со мной был актер театра и кино андрей осимович вам большое спасибо вам большое за просмотр!